Это настоящий бобр. Ты, наверное, слышал об их чертовом здании. Извини, это чертово здание и вырубка деревьев. Дженни, а что не так с этим бобром? Он даже не пытается это сделать. Посмотри на него, он пьян. А вот так-то лучше. Это же детеныш бобра. Они очень милые. Однако, если не считать людей, ни одно другое живое животное не делает больше для того, чтобы изменить окружающую среду в своих собственных целях. Бобры любят, когда все мокрое, и у них очень хорошо получается делать вещи влажными. А как же ведет себя бобр и почему он так себя ведет? Вот вам правдивые факты о бобре. Чтобы понять, что такое бобр, вы должны знать, что это грызун. Грызуны – это маленькие пушистые фрикадельки, обитающие в поле и лесу. Они как раз подходящего размера для перекуса. Кому из нас в какой-то момент не хотелось бы полакомиться хомячком получше? Я чувствую себя виноватым. Эти мухи ждут, когда откроется кафетерий. Будучи очень вкусными, грызуны стали очень хорошо уметь прятаться. Бобры старой школы не занимались всем этим плаванием и рубкой деревьев, но они могли бы ненадолго вывести тебя из себя во время игры в прятки. Посмотри-ка на эту штуку. Когда люди впервые обнаружили ее, они не знали, что это такое. Они назвали это штопором дьявола, потому что, по-видимому, у дьявола есть большие бутылки вина. Лично я думаю, что дьявольское велосипедное сидение или дьявольский катетер были бы более подходящими для дьявола. Ты знаешь, что это такое? Это окаменелый туннель палеокастера, бобра, жившего 20 миллионов лет назад. Видишь? Ты хорошо умеешь прятаться. В какой-то момент предок современного бобра занялся плаванием. Это хороший способ спастись от хищников, особенно если ты неуклюже ковыляешь по футбольному мячу из плоти. На суше бобр не отличается особой грациозностью. Но в воде он ведет себя именно так грациозно. Его загнутый хвост, который более гибкий, чем у кошки, превращается в руль направления. Они подсовывают свои маленькие ручки под подбородок и позволяют своим большим перепончатым лапам плавать по воде. Под водой их глаза закрывает тонкая прозрачная мембрана. У них смыкаются ноздри, а на внутренней стороне губ есть дополнительная плоть, которая может закрываться за передними зубами. Это позволяет им носить с собой вещи и даже есть там внизу, не набирая в рот воды. Все происходит точно так же, как говорила моя мама. Попробуй найти открытое отверстие у подводного бобра. Желаю тебе удачи в этом деле. Еще одна вещь, которая произошла на этом пути, заключалась в том, что у бобров развился вкус к дереву. Теперь любой желающий может почувствовать вкус к дереву, но по-настоящему съесть его – это совсем другое дело. Тебе нужно правильное оборудование, а зубы грызунов – это самое подходящее оборудование. Позволь мне все объяснить. В зубе содержится два основных твердых вещества – дентин и эмаль. В наших зубах дентин помогает закрепить зуб, а эмаль образует маленький колпачок, который торчит из наших десен. Эмаль невероятно твердая, это самое твердае, что вырабатывается нашим организмом, шушна, она защищает наши зубы от износа и образует жевательную поверхность. Эмаль состоит из плотно упакованных кристаллов минерала, называемого гидроксиаппетитом. Совершенно верно, наши зубы состоят из чего-то такого, что называется аппетитом. Это похоже на бомбу замедленного действия из мертвой шутки. Но ты же не можешь просто так пухнуть кристаллом в воздух. Это целый процесс. Специальные клетки, называемые мелобластами, ползают вокруг и оставляют за собой маленький улиточный след из белков. Затем на этих белках вырастают кристаллы. Видишь эти маленькие перекрестные линии? Каждая из этих линий была создана одной единственной клеткой мелобласта. Вблизи эмаль похожа на сотканный из хрусталя гобелен. Поэтому, когда у тебя во рту вырастают зубы, образуется дентин, а поверх него наслаивается эмаль. Но когда они заканчиваются, клетки, из которых состоит эмаль, самоуничтожаются и исчезают. Вот и все. Если ты разобьешь свою эмаль, ты уже не сможешь отрастить ее обратно. Для нас это нормально, потому что мы едим относительно мягкие продукты, такие как вкусное мясо и сыры. Но другим животным, таким как лошади, приходится по-настоящему пережевывать все дерьмо, содержащееся в их пище. К тому же они в мгновение око протерли бы наши маленькие эмалевые комочки насквозь. Эмаль в лошадиных зубах выложена в виде двух черных фигурок, которые тянутся по всей длине зуба. Это длинные зубы, которые медленно появляются по мере того, как лошадь стареет. Здесь вы можете увидеть зубы молодой, здоровой лошади. Она не такая уж и здоровая, у нее отсутствует мякоть, и она была разрезана пополам. Но до этого она была здоровой. Как бы то ни было, перед вами старая лошадь, и вы можете видеть, что у нее почти полностью отсутствуют зубы. Эта лошадь долго не сможет есть, потому что у нее пропал аппетит. Вот и все. Так что же насчет зубов грызунов? У грызунов есть зубы совершенно нового уровня. Их передние зубы никогда не перестают расти, а клетки, вырабатывающие эмаль, не самоуничтожаются. У этих зубов нет такого корня, как у нас, но они начинают сходить с ума далеко в затылке. У этих передних зубов есть два основных слоя, дентин сзади и эмаль спереди. Но прямо на передней поверхности находится тонкий слой эмали, в состав которого входит железо. Именно это придает ему оранжевый цвет, но в то же время делает его еще более твердым. И именно из-за этого передняя часть зуба изнашивается медленнее, чем задняя. А ты знаешь, что это значит? Их зубы по сути представляют собой самозатачивающееся долото. Посмотри-ка вот на это. Этот тип как бы стрижет полоски дерева своими нижними зубами. Так вот, бобры съедают только очень тонкий слой древесины с внешней стороны дерева. Это и есть оживая ткань, в которой содержатся питательные вещества. К тому же они предпочитают более мелкие нежные ветви и даже листья. Но они довольно быстро перебирают те ветви, до которых могут дотянуться и которые находятся близко к безопасной воде. Чтобы добраться до более высоких ветвей, им не нужно было утруждать себя тем, чтобы научиться лазать по ним, как по сути любому другому грызуну. Бобр все время говорил, я не хожу по ветвям. Эти чертовы ветви сами тянутся ко мне. Так вот, когда бобры вырубают деревья, они не едят эту часть дерева. Они просто переносят все самое полезное поближе к земле. А теперь начнем с того, что бобры обычно делают глубокий надрез с одной стороны. Это похоже на игру в цыпленка между деревом и бобровой головой. Мы сражаемся насмерть. Если бобр не будет побежден, он переберется на другую сторону, чтобы закончить игру. Они внимательно прислушиваются к любым трескучим звукам, чтобы убедиться, что могут медленно ковылять прочь в безопасное место. Так вот, один ученый предполагает, что бобры действительно могут контролировать направление падения деревьев, планируя срезы таким образом, чтобы деревья падали к воде, где бобр будет в безопасности. Но до сих пор не ясно, было ли это исследование подвергнуто экспертной оценке. Как только дерево примет горизонтальное положение, бобр начнет обрезать ветви до нужного размера и перетаскивать их обратно к воде. Там они съедят их или погрузят в воду и сохранят на потом. Помни, что они едят всего лишь тонким слоем снаружи, так что вокруг остается много палочного мусора. Одна из идей заключается в том, что у бобров развился набор довольно простых инстинктов относительно того, что делать со всеми этими членами. Один из инстинктов, присущих даже бэби-бобрам, заключается в том, чтобы нагромождать вещи друг на друга. И именно в этом могут быть некоторые преимущества. Вот посмотри на этот большой берег с бобровой норой в нем. Все начинается с обычного старого туннеля, вырытого в грязи. А потом они начинают укладывать палки на землю сверху. Это немного странно, но этого вполне достаточно для того, чтобы земля там, где они спят, не замерзла. А когда земляная крыша их маленького туннеля обрушивается, у них остается деревянная крыша. Но ведь это не просто груда хвороста. У них есть инстинкт восполнять пробелы и сглаживать ситуацию. Они своими маленькими ручонками притаскивают кучи грязи и складывают все это туда. Но они не делают этого с той стороны, которая находится дальше всего от воды, создавая некоторый воздушный поток. Давай посмотрим правде в глаза, бобры могут немного отдавать мускусам, и они продолжают в том же духе. Если вода поднимется, они могут забраться еще выше. И довольно скоро они будут жить уже не в грязи, а в кондоминиуме из палок. Они тоже могут построить эти дома прямо посреди пруда. Они не строят их вокруг себя, как птичье гнездо. Соблюдайте те же основные правила. Соберите кучу мусора, упакуйте его в нее, а затем проложите в ней туннель и сделайте себе несколько комнат. Там очень уютно. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. А что делает этот бобр? Этот бобр, так сказать, ест чили прямо из камеры. Видишь ли, проблема с употреблением в пищу дерева заключается в том, что это и есть дерево. Оно совсем не похоже на деньдон с кремовой сердцевиной. Я имею в виду, что на самом деле оно сделано из долбанного дерева. Так что, чтобы переварить его бобру, приходится съесть его дважды. После первого раунда, я думаю, у него все еще есть какой-то вкус. Это похоже на то, как если бы ты нашел остатки жевательной резинки, которая была у тебя в заднице. Так что бобрам приходится не только жевать дерьмо из своей пищи, но и жевать пищу из своего дерьма. Все в порядке, с меня хватит. В любом случае, именно это они и делают, когда конечный продукт по сути представляет собой опилки. Но это еще не все, что выходит из спины бобра. У них есть анальные железы, и я говорю не о железах, которые напрягаются, когда ты опаздываешь на вечеринку. Я говорю о железах в их заднем проходе, которые вырабатывают маслянистое вещество, которым бобры растирают все свое тело. Это похоже на то, как если бы ты пропитал свою обувь небольшим количеством масла, за исключением того, что оно вытекает у них из задницы. Кстати, вон на тех задних лапах есть специальные когти для ухода за шерстью. На них есть два ногти, как у действительно дешевой расчески, но это помогает намазать все это масло на ягодицы. И это еще не все. На этом фонтанчике с содовой сзади есть еще один кран. У основания хвоста у них есть касторовые мешочки, в которых образуется касторий. Это желтоватая слизь, которую они используют для обозначения запаха. Бобры строят вот такие маленькие кучки вокруг своей территории. Они взбираются на них и как бы пукают какой-то касториум. Я же тебе говорил, если ты почувствуешь этот запах, ты поймешь, чья это территория. Кроме того, именно так самки сообщают о том, что они готовы к спариванию. Судя по всему, касториум пахнет и имеет довольно сладкий кожистый вкус, и его используют в парфюмерии и пищевой промышленности. Кто-то был первым человеком, который понял это. Ребята, только посмотрите на это. Вещество, которое выходит из задницы бобра, на вкус точь-в-точь, как ваниль. Вот так зевая, ты мог бы открыть банку пива. Извини, там очень уютно, но если ты живешь в доме, который наполовину погружен под воду, тебе придется иметь дело с протечками. Бобры очень чувствительны к движению и звуку воды там, где ее не должно быть. И когда они обнаруживают утечку, они делают это правильно. Они выходят наружу, чтобы починить ее. Звук воды также, по-видимому, является важным спусковым механизмом для строительства плотины. Это не постоянный звук журчащей воды, а скорее неравномерное журчание воды, перехлестывающее через препятствия. При правильных условиях, когда бобры слышат подобный звук, им кажется, что они хотят его прекратить. Во-первых, они положат кучу палок прямо у источника звука. На стороне, расположенной ниже по течению, они приколотят несколько более крупных ветвей в качестве поперечных скобок против течения. А затем на стороне, расположенной выше по течению, они упакуют все это в более тонкие материалы. Звучит знакомо? Так вот, эта мини-плотина теперь находится на вершине источника первоначального звука, но вода обтекает ее и создает новые очаги звука. Так что бобровые бобы и остальная часть плотины будут построены. Это почти похоже на то, как если бы вы могли представить себе строительство плотины как заделку очень большой утечки. Ты знаешь, что делают некоторые люди. Они воспроизводят звуки воды через громкоговорители, чтобы попытаться обманом заставить бобров строить плотины в определенных местах. У тебя есть немного свободного времени, если ты вот так возишься с бобрами. Эти плотины могут затопить огромные территории. Это не только расширяет территорию обитания бобров, но и стабилизирует уровень воды и создает предсказуемую окружающую среду. У большинства грызунов на самом деле нет такого предсказуемого окружения, поэтому они заводят много детей в качестве своего рода страховки и не вкладывают много средств в их воспитание. Это часто приводит к высокой детской смертности. Но бобры взяли дело в свои собственные маленькие жуткие ручки. Они эволюционировали таким образом, чтобы контролировать окружающую их среду. Так что они поступают по-другому. Они образуют моногамные пары часто на всю жизнь и заботятся о своих детях в течение нескольких лет. И это очень важно, потому что инстинкты молодых бобров нуждаются в совершенствовании путем наблюдения за их родителями и обучения у них. Их первая попытка построить плотину – чистое дерьмо, а их первая хижина похожа на первую квартиру, которую дети получают после окончания колледжа. Там есть лавовая лампа, футон и недоеденный рогалик. А футон такой отвратительный, что ты предпочитаешь сидеть прямо на рогалике. И он весь такой – а где же мой рогалик? И тебе еще нужно все объяснить. Но со временем эти молодые бобры научатся строить невероятные сооружения. А боже мой, ты это видел. Большой бобр взял палку, и маленький бобр ударил его головой. Джерри, ты это видел. Это был настоящий удар головой. Он ударился головой о свою задницу. Сыграй это еще раз. Джерри – это же не наука. Это нишевая порнография. Идиот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok